здравствуйте дорогие друзья доброго времени суток на что как мы вам обещали на один день мы заехали другой отель а именно в дабл 3 by hilton бодрум и шил ай-айланд как-то так он называется это района бухты и шил торба здесь находится несколько отелей отель по самара вот дабл 3 волк отель но их несколько вариаций все пятерки все пятерки все пятерки работающие по системе все включено также все включено все включено поэтому решили заехать посмотреть немножко релакснуть по сравнению с нашим отелем не вот и посмотреть какие еще есть вариации проживания сколько это стоит что включено но и конечно же показать все вам так что вы сначала вам покажем процесс заселения коротко наверное покажем а наш номер вот который нам достался бронировали мы есть день в день номер не самый самый маленький самый самый дешевый сам элементарный номер не заморачивайся там одну ночь переночевать в принципе доехали мы сюда из бодрума на такси от порога до порога у нас 65 турецких лир это да это вообще совсем задаром можно сказать в общем пойдемте посмотрим что и как вот рецепшен достаточно очень такой приятный чуро заполняет документы здесь достаточно большой такой объемистый пакет документов которые при заселении необходимо заполнить так что вот так вот заселяем сейчас уже когда нам дали данные документы там уже был прописан номер комнаты такой достаточно хороший очень-очень как мы сюда заехали когда прям очень приятно здесь находиться ну после нашего формировала конечно сами понимаете вот это вот много воздуха много пространства вот кафе здесь кафе бар я так понимаю лобби бар вот здесь вот так нужно хорошо посидеть и вот он продолжается выход на улице магазинчик и вот выход на улицу какой шикарный здесь вид приятно посидеть-то будет вечером с видом на море я думаю у нас порывал вид красивым здесь конечно тоже вид очень красивый да мне тут уже нравится и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok У нас брали опять-таки самый дешевый номер 543, это в зоне бунгало, то есть бунгало с видом на сад, заходим, он не очень большой, но нормальный, здесь 25 квадратов написано, здесь полка для багажа, есть вешалки, у нас одна двуспальная кровать, господи, наконец-таки нормальное одеяло после ведущего отеля, это прям считается кайф, Две подушки, ребята, я сегодня буду спать как убитая, как королева, значит, чай, кофе, это все каждый день пополняется, бесплатный сейф, мини-бар, он бесплатный, один раз пополняется бесплатно вот этими напитками, да, soft drinks, Второй раз при пополнении уже будет экстра идти, то есть первый раз можно пользоваться бесплатно, второй раз уже будет платно, при заселении дают вот такие вкусные печеньки, они прям очень горячие, Значит, есть влажные салфетки, большое зеркало, дальше идем, шкаф, шкаф может быть не очень большой, но в чем есть его огромный плюс, это гладильная доска, и загорается свет, когда открываешь дверь, представляете, гладильная доска и утюг, а это я не знаю, а, а это фен, здесь хороший, нормальный фен, Не вот как вообще, вот о хороших, стабильный, нормальный фен, ну, конечно, кровать прям очень большая, просто, так, идем в ванную, значит, в ванная, нормальный душ, есть лейка, которую можно снять, потому что очень тяжело мыться, когда только вот такая вот и нельзя снять, это вот мы пару дней вот в предыдущем отеле так мылись, банные принадлежности, полотенчики маленькие для лица есть, два больших полотенца, да, два больших полотенца для тела, полотенца для ног, тапочки одни, вот, два полотенца для рук, туалет, Я так приняла, ляпочки одни, потому что это номер для одного, наверное, Я вообще указывала, что номер для двоих, ну, а, ну и, конечно, пойдемте посмотрим, единственное, что здесь, значит, здесь, когда открываешь балконную дверь, кондиционер будет отключаться, в предыдущем отеле неважно, открыто балконная дверь, не открыто, он просто работает, и идем на балкон, ой, смотри, здесь балконная даже с сеткой, обалдеть, смотри, можно чем-то видать, а, да, так, как это открыть-то, а, вот так вот открывается, и вид, ну, балкон тоже не очень большой, но, вполне, какой запах, мам, хвои, ой, какой запах хвои, вот это, я понимаю, вид на сад, а не вот, вид на сад, как в нашем отеле, о, какой аромат, ой, какой, ребят, жалко не придает, с открытой двери, тогда спать спокойно, ночью, да, потому что есть сетка, ну, просто кондиционер, ну, душно по ночам, не могу обратно закрыть, закрою ее, в общем, и огромный плазменный телевизор, который, я думаю, можно тоже подключить по всему, в общем, вот такие вот дела, все, обратно включился, он, да, включился, все, включился, все, в общем, вот такой вот у нас номер на одну ночь, и мы, как говорили, что здесь и потолочный светильник, и светильник вот этот, да, розетки тоже есть, ну, розеток, в принципе, в том отеле тоже много, и здесь розеток много, да, 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 вот, в общем, ну, не знаю, мне очень нравится, я в восторге, номер маленький, но в таком номере можно спокойно находиться и 10 дней, ой, какая кровать, ну, единственное, вот если мы бы здесь находились долго, мы бы попросили еще бы одно одеяло, полотенце, ну, полотенце, одеяло, да, и, естественно, мы еще попросим одни тапочки, а так здесь вообще все, кайф, просто кайф, вот все познается в сравнении, да, нет, там тоже неплохо за те деньги, так, нам проживание за, в сутки в данном отеле стоит 213 евро для членов Хилтон, ну, мы могли бы взять, конечно, чуть дешевле, да, чуть дешевле, если бы мы взяли раньше, да, и... бронировали день в день, то есть, если вы забронировали, сегодня уже приехали, да, 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 можно было найти, когда падала, вот то падала, то поднималась цена, но это если мы бы ехали сюда хотя бы на несколько дней, а мы бы ехали сюда именно на одни сутки, и чувствуем разницу, здесь такая чистота в номере, просто... Да, здесь, получается, пол, у нас в отеле пол, как зовут, нет, называется, господи, плитка, а здесь, ну, как, не знаю, это... Тоже плитка. Это плитка? Да, тоже плитка, это просто плитка, пота... Ну, ладно. Ну, в общем, отель хороший, сейчас с вами пойдемте смотреть территорию, наслаждаться, купаться и отдыхать. Смотрите, сколько здесь розеток, это вообще вот просто уже, я вот смотрю, уже шесть розеток. Пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Так, это схема номеров в нашем бунгало, значит, у нас 543 номер, как видите, в принципе, по схеме он не самый большой, но, в принципе, нас это вполне устраивает, видимо, просто в других номерах твин, они, то есть, две раздельные кровати, вот. Вот, маленький минус нашли, ну, мы же найдем минусы, это то, что у кровати всего лишь с одной стороны есть кроватная тумочка, с другой стороны нет. Ну, может быть, не очень удобно, там, тот же самый телефон, как-то там, воду поставить на ночь, ну... Ну, скорее всего, судя по тапочкам, это номер, наверное, все-таки на одного... Ну, может, потому что у нас только одни тапочки, надо будет вторые тапочки попросить. И второй мой такой маленький минус, то, что вот на балконе нет вешала, куда повесить сушиться белье, причем, посмотрели на соседних балконах, там тоже этого нет. Ну, вот, ну, это вот такой вот маленький минус, который мы сейчас вот так вот заметили и вам сообщаем. Ну, это важно, наверное, для тех, кто сюда приезжает надолго, поэтому вы имеете в виду и возьмите с собой какую-нибудь веревочку, чтобы было удобно повесить купальники, ну, или еще что-то для того, чтобы посушить. Да, ну, а мы переоделись в пляжную одежду, наконец-таки можем идти на пляж! Ура! И заодно посмотреть территорию и вам все подробно рассказать. Вот такая вот территория с деревьями. Конечно, она очень зеленая по сравнению с нашим отелем, в котором здесь вообще нет территории. Ну, вообще можно. Здесь очень зелено, очень красиво. И запах. Да, вот наш балкончик. Нет, наш балкончик там внутри. Он, получается, вот там угловой. Это немножко не наш балкончик. То есть у нас вот такой же угловой балкончик. А, ну да, да. Он где-то вот там внутри. Не, ну, красивая территория. Мама говорит, ой, я так переживала, что на первый этаж посыли. Ну, потому что на первом этаже... Ну, первый этаж, я очень не понимаю, как у нас был на первом этаже в Нирване балкон. Ну, в принципе, мне вообще о территории, хоть и здесь территория, говорят, что она достаточно маленькая, но бывало, может быть, для пятерки. Но мне территория безумно нравится. Здесь все, хоть и бунгало, но здесь все-все доступно. Вот все вот как-то скомпоновано очень так вот правильно. Мы сейчас дойдем с вами обратно, думаю, до... А, вот, ну, уже дошли-дошли. Вот оно, главное здание. До ресепсона. До ресепсона. Вот, хотим про вторые тапочки спросить, то, что нам их, у нас их нет. И второй момент, мы хотим через него уже спуститься и пройти мимо бассейна, пляжа, до снэк-бара. Там, где ключи, там написано расписание, то, что есть, что заработает. Очень хочу какую-нибудь вкусную шампанского. В общем... А я кофе, кофе, кофе. Да, кофе. Такой шикарный кофе, это вообще просто. Ну да, пока я сидела за документы заполняла, мама успела... И кофейных аппаратов, в общем, будем пить здесь. Кампо территории отеля, как видите, она довольно-таки большая. Территория, что где находится, можете посмотреть здесь. Пляжная линия большая. Да, пляжная линия очень большая. Театр и детский клуб. Наверное, амфитеатр имеется в виду. Да, туда мы его приезжали. Вот такой вот здесь детский мини-клуб. Там вот детские горки. Да, здесь, наверное, горки для взрослых. А хотя, может, тоже для деток, я не знаю. Нет-нет, скорее всего, это для взрослых, наверное. Хотя, потому что там бассейн без горок. Здесь тоже... Вонгало. Вонгало, вонгало. И вот там дальше... Ну, пойдем посмотрим, у нас театр тоже покажем. Так что, взгляд, мы пойдем вечером на представление. Посмотреть можно. Да, потому что нам хочется релакснуть. Да, мы вечером где-нибудь в баре посидим. Вот здесь клуб. Да. Он достаточно такой... Ну, небольшой. Мне кажется, да, вполне. Там даже бассейн есть для маленьких. Так. А это, да, амфитеатр. Вижу бар, наверное, для этого амфитеатра специально. Да. Здесь вот такой вот амфитеатр. Ну, в связи с тем, что этот отель небольшой. Ну, да, он относительно небольшой. Ну, очень компактный. Ну, по крайней мере, мне... Знаешь, что я Лару напоминаю. То есть здесь и Бунгало, но он не Амар Винк. Ой, не Лару, а Амар Винк. Да, думаю, Лара, Амар Винк. Да. Да, кто-то есть какой-то Амар Винк. Я думаю, что если он нам понравится, то как вариация можно спокойно... Потому что 60 лир турецких, это примерно 500 рублей доехать, да, до... До Бодрума доехать. Да. Поэтому, в принципе, при необходимости доехать до... А я думаю, даже до центра Бодрума, может быть, это возник. Здесь такси едут всегда все по щечку. То есть у них счетчик стоит. Да. Не обманут. Не надо договариваться на территории, просто... Вызываете, да, садитесь и едете. Вызывать можно даже от отеля. То есть никакой накрутки нет. И при условии, что если это все нам понравится, да, и сюда, если будут выгодные предложения, да, для отдыха, мне кажется... Сюда, мне кажется, можно спокойно... Но вот пока вот первое впечатление очень-очень положительное. Прямо вот вообще. Посмотрим, что есть по еде. Мы с вами засадим обед, ужин и завтрак. И обед, скорее всего. Ну и обед, да. Мы отсюда хотим уехать после обеда. Да. То есть рано... Нам нужно завтра будет вернуться к своему отелю, к вечеру, к ужину, потому что у нас забронирован а-ля-карт ресторан во Фарево Клаб. Вот. Но... Поэтому мы здесь по максимуму подольше постараемся побыть, чтобы побольше, побольше вам всего показать. А, и тут там дальше... Прям в лобби находится магазинчик. Вот такой вот шутбер, и соседки походят, такой огромный, ты знаешь? Очень большой магазин. Ну, мам... Да. Маме нужен магазин, я поняла. Нет. Нет? Едем с вами дальше. Это получает тот же самый лобби, но уже на улице. Очень красивый. Так, упросядь, конечно, приятно. Это вообще шикарно. И вот там какое-то пространство. Да, там террас-бар. Вечером, мне кажется, она только работает. И вон там ползанется. А, вот здесь номера, получается, с видом уже на море. Хотя балконы... Такие же. Там тоже нет вешивания. Да, там тоже нет вешивания. Для того, чтобы посушить. Вот здесь террас-бар. Территория. Алиокарта какого-то, наверное. Там бар или там эликсир. Эликсир, это основное, по-моему, если ошибаюсь. Главный ресторан. А здесь, наверное, у нас есть типа снык-бар. Может быть. Потому что я видела, здесь сидели и завтракали. Может быть, то есть не завтрак, а какое-то... Может быть, может быть. Так, двигаем с вами дальше. Ну, я бы сказала, очень много локаций, где посидеть. Смотри, вот там вот тоже что-то. Она сейчас, наверное, для обеда приготовить. Мне кажется, может, если пообедать, то пообедать тоже можно. Да, вот, панорама. Это центральный ресторан, да. Вот там бар Sunset. Какой-то из баров он искал, что экстра. Там посмотрите, какой бар он идет, как экстра. То есть даду плату. Вот Sunset бар, я помню, я прям очень понравился. Очень приятные лежаки такие, мягенькие. Так, вот здесь бар возле бассейна. Судя по всему... И вот так. А, и там, да. Так, нам осталось сейчас понять, где меня. Полотенца, где их можно получить. Где-то он сказал, что на пляже полотенца дает. Пойдем, я хочу подняться на этот понтон, пляжную зону посмотреть. Вот там этот молодецкий бассейн. Ой, так, что-то хочу выпить. Ну, кстати, да, как вариаться, можно здесь лечь. Ну, это, я думала, лечь на пляжи все-таки. И вот пляжная зона, одна из. Ну, здесь она такая же маленькая, да. Абсолютно маленькая. Да, вообще очень хороший пенечек. Пойдем, посмотрим, да? А смотри, а здесь пляж уже на понтоне. Вон там два лежака есть. Я здесь хочу. А, там какой-то полотенце лежит уже. Здесь будет еще один ресторан Скорпина. То есть здесь просто сейчас полотенце лежит, я не знаю. Наразанято место, скорее всего. Судя по всему, наверное, занято. А вон там еще есть. Пойдем, посмотрим. Может, и вон там, вон там вообще далеко есть. Вон там, вон там. Это бар на пляже возле бассейна. Он фокусируется нормально. Думаю, он фокусируется. Это что входит и не входит. Женя Трифанка немножко перегревается. Это стоит быстро фокусироваться. В Манга Калада. Манга Калада. Я теперь взяла мохито. Он называется нинтвом. Это вкусно. Хорошо. А, свежо это? Тай. Такая была права, полотенце брать вот там вот. Но мы двигаем дальше к культуре. Это у нас расписание. Панорама Калада. Это основной ресторан. Часы работы. Два а-ля-карта ресторана. Сейчас работа только Скорпина. Это вот этот вот. Он, по-моему, платный, да? Да, он платный. Санцет бар. Это вот этот вот бар. Шести часов. Терраса бар. Я не знаю пока еще где. Эликсир. Это различные снеки. Часыра. То есть снек, айс-крим, чай. Бар. Как он работает? С десяти часов. Так же он еще работает как ночной снек. То есть ночью. С двадцать до двух часов ночи можем поесть. И полу-бевередж сервис. Потом эликсир микса. Я не знаю, что это такое. С одиннадцати. Там, а, это там, где мышцы, накрывают. Там тоже это работает, получается. Эликсир микса. Там можно позднезавтрак. Он с одиннадцать до девятнадцать тридцати. Это я бы... Я в виду, ну, как Гамари Винц. Наверное. Да. И еще есть какое-то кафе, которое работает с десяти до двадцати трех. В общем, работаю. И очень много всего кафешек, ресторанчиков. Вот. И очень нам нравится вот эти вот... То, что мы можем лежать не в песке. Завтра попробуем лечь вот там, на пляже, на понтоне. Мамочка довольная? Кремиком мажется. Я... Я настолько в восторге. Но это все-таки мы привыкли больше вот к такому вариацию отдыха. Да, мы привыкли именно вот к такому отдыху. И, конечно, в том отеле, в котором мы сейчас, отдыхаем. Он хороший, ну, по-своему, но не для нас. Ну что, искупавшийся? Как ты? Да, вообще супер. Здесь вода гораздо теплее. Мы про... Но здесь бухточка такая вот. Да, скорее всего, за счет того, что здесь очень такая бухточка. Здесь совсем нет волны. Абсолютно вообще нет волны. Вот. И очень-очень теплое море. И еще я вот просто вот в восторге от кофе. Вот мы кофе взяли в обычном бич-баре. Просто вот. Пластиковым стаканом. Ну, какой же он здесь вкусный. Кстати, здесь вот такие напитки, их наливать в пластиковые. А вот алкогольные напитки, это тоже пластиковые. Но они вот... Красивые. Красивые пластиковые. Просто приятно, приятно все это брать в руки. Еще здесь ходят официанты и предлагают, и все разносят. Да, да, да. И территория сногсшибательная. Она маленькая, но настолько уютная. Просто вот я вам сейчас сделаю вот 360 градусов территории. Вот она небольшая, но компактная просто. Я просто вот не могу... Я генерирую восторг. Я генерирую восторг. Я генерирую восторг. Ну что, друзья, время обеда. Пойдемте посмотрим, чем нас будут кормить в Хилтоне. Чем нас кормят. Это фрукты. Сладости. Видим дальше. Здесь напитки. Маску. Здесь без фруктов у нас. Дальше. Здесь какая-то мяско-гриль. Здесь у нас различные холодные закуски. Едем дальше. Супы. Хлеб. Мясо. Это у нас курица. Это у нас рыба. Рис. Это какой-то... Другое место, видимо, рис. Типа кулово. Это обычный рис. Это картошка. Я не знаю, что это такое. Что вообще? И... Картошка. Какое-то пюре. Закажи, или еще тебе? Холодные закуски. Овощи. Видим дальше. Мукараны с сыром. Рис с перцем. Что-то еще чизы. Что-то с сыром. Я не вижу, куда. Это овощи. И это цукини. Все. Пока, Греча. Линия сна до обеда. Наш стол. Взяли на двоих немного овощей и сыра. Зеленый салат. Такие котлетки, да, получается? Там тоже овощи. Фруктов. Немножко вот здесь попробовать. Мои люди немножко. Да, ее в нашем отеле нет. Также вот это вот в их соусе. Ну, как йогурт такого формата. Соусы очень, да. Водичка. И заказали раки и шалгам. Здесь есть и раки, и шалгам. Ребят, все. Я знаю, что я здесь буду пить сегодня. Вообще супер. Это... Ну, это вот такой вот тоже красивый, красивый, красивый. Браво. Красивый. Вот этот вот вид. Прям. Да, тоже вид шикарный. Да, вид тоже очень-очень красивый. Раки. Шалгам. Шалгам острый, не острый? Пробой. Не, не острый. Давай. Давай. За наш отдых. Ой, кайф. Шалгам эта вещь. Шалгам? Ой. Все, ребят, я в кайфе. Я в кайфе. Кайф. Голос за тебя, конечно. А я прям... Ой, ребята. Все-таки мой отдых, это все включено в 5 звезд. Ну, 5 звезд. Мы, скажем так, решили немножечко помиксовать и думали, что... В общем-то, мы... Чай? Да. Да. Думали, что все-таки, ну, что там, господи, 5 звезд, за 4 звезды, ну, не может быть так, чтобы нам, ну, совсем плохо было. Нам в нашем Форевере неплохо. Ну, нормально. Хорошо. Да. Да, мы там тоже кайфуем, отдыхаем. Ну, когда мы сюда приехали, в Хилтон, это просто вот разительная разница, и самое главное, что мне здесь больше всего нравится, то, что он заполнен всего лишь на 50%. Он полупустой. Здесь просто индивидуально обслуживает во всем. Да. Здесь очень-очень мало людей в свободном доступе, лежаки в любом месте. Ну, иди, что-то так, кроме пляжа. На пляже уже все занято. Ну, на понтонах. На понтонах, да. Там просто удобнее всего. Их не так много там. Здесь везде ходят официанты. Здесь все предлагают. Здесь очень много тоже локаций красивых. Просто обслуживающего персонала здесь гораздо больше. Больше, да. Да, выбор, может быть, еды не такой большой, вы скажете. Такой же, типа, как и вы Forever Club, да? Но, возможно. Да здесь даже не еды. Сейчас, мне кажется, еды везде не так много. Да, да, да. Очень. В еде, к сожалению, сейчас, в еде, к сожалению, очень многие сейчас пишут, даже в супер-пупер пятизвездах все урезано. Потому что, когда вот такая вот подача, ты не сам берешь, да, то, естественно, ее в разы меньше. Но не в этом суть. А суть в том, что в самой атмосфере отеля... Прямо с казаком нас делала, да. И что нас всегда пугало... Чуть-чуть опусти меня, чтобы я меня... Не говорящая голова была. Вот. И что нас пугало, мы почему выбрали именно тот отель, что он 18+. Ну, не хотелось как бы отдыхать, вернее, хотелось отдыхать там, где очень-очень много взрослых и без детей. А здесь дети есть, но их очень-очень мало. Либо их просто так не видно, не слышно, я не знаю. А здесь в основном отдыхают такие пары. Ну, здесь, да, больше... Здесь отдых больше для пар. Здесь очень много турков отдыхает. И здесь совершенно нет русских? Да, и практически все нет русских. Русскоговорящих? Ну, по крайней мере, вот в текущей вот ситуации здесь русскоговорящих нет совершенно. Я видела туристов из Казахстана, но в основном здесь англые, ну, иностранцы. И очень много турков. И очень много турков. Очень-очень-очень много турков таких вот. И слой более обеспеченный. Ну, не знаю, на текущий момент нам так все нравится. Давай кушать. Ну, что, друзья, давайте теперь с вами поплаваем в море, в заливе, рядом с отельем Хилтон. На самом деле здесь, во-первых, очень-очень теплое море. Почему-то, да, гораздо теплее, чем было там, в той бухте. Вот. Здесь практически нет волны вообще. Обычно там, где в нашем том отеле, там уже во второй половине дня волна начинается. А здесь волны нет совсем. Есть такая рябина. Потому что утром сегодня было вообще вот гладенькое море. А сейчас вот такая рябина. И вода просто теплейшая по сравнению с водой там у нас. Хотя сейчас мурашками покрылась. Просто пока я ждала мамы, пока она сходит телефонами и заслала палкой, я стояла прям как-то так этой мурашками поклеилась. Покрылась, покрылась, покрылась мурашкой. Вообще плавать здесь кайфово. Вот просто мы испытываем кайф. Кайф от моря. Из воды вылезать не хочется. Там мы поплавали и бегом-бегом греться. А здесь просто из воды мы здесь плаваем по часу. Вот просто по часу из воды вылезать совершенно не хочется. Абсолютно, абсолютно не хочется вылезать. Так что давайте с нами поплаваем, и мы вам покажем территорию отеля Хилтон с моря, чтобы вы могли себе представить дороговую линию. Да. Называется «Мама плывёт и машет ручкой». Ой, это кайф. Кого взять? Панамку? А я потом доплыву обратно и выключу камеру. Нет. Ну мы сейчас буквально доплывём с вами, да, вот чуть-чуть. Я покажу береговую линию и доплыву обратно. Здесь я уже не стою. Вот если там я стояла, здесь я уже стоять, извините, друзья, не могу. А вот там? Вот там вот. Вот private-зона. Здесь находятся, да, VIP-домики. И вот у них есть своя частная зона, куда обычным смертным доступ запрещен. Скажем так. Ну да, там не очень большая private-зона. Все остальные вот эти вот понтоны. Да, все остальные понтоны, это понтоны для общего пользования всеми отдыхающими данного отеля. Вот это вот пляжная зона, такая с песком. Да, получается, вот эта вот зона, где столики стоят, это то ли рыбный ресторан, то ли ещё какой-то, какой-то а-ля-карт ресторан. Ну вот, я попытаюсь вот так вот схематично получается, от пирса начиная зона. И вот эта вот вся-вся-вся-вся-вся зона. Это отеля. И вот там вот уже, где белые зонтики, за маминой головой, скажем так, там уже другой отель начинается. Вот это уже другой отель. Да. Ну такая, вроде, Садухан не очень большая зона, но гораздо больше, чем у нас. Ну, моё мнение такое. Я могу сказать только одно, что здесь, может быть, прям рядом с морем она такая же небольшая, как и у Форева. Ну да. Да, вот, но очень много лежаков на траве, на самой территории. И всё это рядом с морем. То есть можно спокойно лежать на территории, плавать, сходя с этих всяких понтонов. При этом ноги не будут в песке. Это очень красиво для тех, кто не любит, так же, как и мы, когда у тебя ноги в этом песке. Не песок, не галька, а всё чистенько. Да. Вот, и рядом все развлечения, все бары. Все напитки в хороших бокалов, в хороших стаканах. И по всем понтонам, я уже не первый раз смотрела, ходят официанты и приносят, забирают. То есть здесь нет урн, у тебя всю грязную посуду забирают официанты. И они же не приносят добавку. Да, все напитки приносят. И айран, и я даже слышала, кто-то и мороженое себе просил, им могут мороженое принести. Да, ну всё, что есть в отеле, они приносят. Да, если... А, ещё маме я ходила, переодевалась до номера, прихожу, говорю, мам, не поняла, у тебя пустая тарелка с арбузом. А он такая, ой, я забыла это снять. Пока-то ли, типа, у тебя не было, здесь ходили официанты, раздавали, ну, разносили какую-то закуску. Я взяла арбуз с сыром, ты сказала, да? Да, очень вкусно, арбуз с пресным сыром. Это оказывается так вкусно. Анка, я забыла это снять, я сразу всё это съела. Но мама любит покушать. В общем, вот такие вот дела. Так что, ребят, цена-качество. Мы сейчас хотим зайти ради бы любопытства, посмотреть стоимость на 7 ночей в этот отель. Я понимаю, что сейчас период уже июль, и цена чуть выше, чем, допустим, если ехать в июне. Но просто сравним, допустим, если вот на ближайшие выходные ехать в этот отель, и ехать в Форевер Клаб. Просто сравним, и я тогда вот здесь вот вам напишу. Потому что, ну, абсолютно себя в этом отеле, абсолютно себя чувствуешь по-другому. Ну, я не знаю, как будто перерождение какое-то произошло. Да, Форевер неплохо. Он хороший отель, на самом деле. Неплохо, наверное. Там всё, там есть свои минусы, есть свои плюсы. Так, любом отеле. Да, плюсов тоже очень много. Питание, вот если сравнивать питание, Форевер Клаб питание на 5 звёзд. Потому что здесь такое же урезанное питание. И я бы сказала, в Форевер Клаб, наверное, есть много блюд, которые там гораздо вкуснее. То есть здесь этих блюд нет. Ну, даже не в том смысле, что вкуснее и невкуснее. Просто питание в нашей четвёрке... Форевер, да. Да. На уровне, да. Ничем не уступает Хилтону. Вот про питание мы можем сказать, что там вообще всё на уровне. Да, Форевер Клаб с алкогольными напитками дела хуже. То есть там то, что включено в стоимость гораздо меньше по количеству напитков, чем те напитки, которые включены здесь в стоимость. Но здесь стоимость включены только местные напитки. Импортные напитки также стоимость не включены. Ну, это нам не мешает наслаждаться жизнью. Абсолютно. И там, и здесь. И там, и здесь есть свои плюсы. Но здесь ты просто отдыхаешь. Вот прям вот вообще отдыхаешь душой и телом. Да. Там тебе приходится иногда где-то постоять в очереди, где-то сходить самой за напитками. А здесь ты просто, Лёха, тебе всё принесли. Да. Такой отдых, релакс, релакс, релакс. И я кайфую. Ну, ты кайфуешь, а я попала убирать телефон. Давай, я иди тогда поплаваю. Давай. А это снэк-бар. Ой, я прям объелась с обеда. Здесь также есть сладости. Арбуз, дыня. И так, не боюсь, я по меню заказ. Бургеры тут заказывает, кто-то заказывает. Различные виды бургеров. Там пиццу смотрю, готовят. По меню, по меню. Да. И напитки. Также есть напитки. Напитки, я думаю, мало чем отличаются. Ну, так, да. Вот, сейф-туризм, сертификат. Наверное, вот. Да, меню. Здесь также есть пивное меню. Но оно, как видите, платное. Ну, что, дорогие друзья, наверное, на текущем моменте мы остановимся. Потому что видео получается, как нам кажется, зоненьки большим. Поэтому ужин и все, что не вошло в первое видео по отелю Double 3 by Hilton, Bodrum и Шилл, чего-то там, пойдет в то видео, которое не вошло в это видео. Ну, мы с вами надолго не прощаемся. Мы очень скоро с вами увидимся вновь в нашем следующем видео. Поэтому мы вам всем желаем большущего здоровья и хорошего настроения. И помните, что хорошее настроение мы создаем себе сами. Пока. Пока-пока.